Всем привет друзья и гости канала, мы продолжаем с вами работать на карте Калиновка и это Коу. И вы спросите, что я делаю возле магазина? А я приехал, друзья, закупаться. Вот, приехал сюда закупаться, так как у меня сегодня в планах купить участок. Участок я планирую купить 32-е поле. Вот, так как вот это наше 30-е, ну, друзья, согласитесь, это реально участок, так скажем, экспериментальный и... Ну, никакой участок. Вот, а тем временем, друзья, наш фермер Иван, видимо, уже закупил кое-какую технику. И, естественно, мы посмотрим, даже я вижу два трактора какие-то и контракт на втором поле делает. Вот, и только я один со своим ЛФЗ-82-ым приехал сюда. Вот, так же мы решили, что мы сделаем отдельные фермы, то есть Иван, Никита и ещё Олег. Вот, скоро сюда приедет. Пока что на сервере только я, и у меня есть шанс сейчас закупиться. Так, ладно, давайте смотреть. Собственность, у меня один трактор, я бы хотел прицеп, друзья, купить. Для начала давайте посмотрим, сколько этот участок стоит. 185 тысяч. Два гектара. Этот участок 260 тысяч. Ну, друзья, я думаю, нам двух гектар хватит на первое время. Вот тут деревья мы сейчас выпилим, да? Да, вот. Хорошо. Давайте брать, друзья, прицеп. Вот, естественно, в таком вот старом стиле, советском, да? Вот. ПТС. Да? 3500. Вот. Бурлак. Так, а вместимость мы можем? 10 тонн. 14 сил. Ага. Мы можем здесь вместимость. Так, ну пока что давайте мы оставим... 5,5 тонн, в принципе. Хорошо. Берём. Берём, друзья, вот наш прицеп. А, почему? А, ручная сцепка у меня здесь установлена. Добыл, что у меня здесь установлен модный ручной сцеп. Всё, друзья, поехали. Посмотрим на наше поле. Будущее. Вот, возможно, мы даже какое-то другое поле. Не знаю. Вот. Плюс, друзья, у нас сошёл снег. Видим, у нас сошёл снег. У нас 1 января. И это прекрасно. И это круто, так как можно будет работать. Вот, можно будет работать нам на полях. Так, не будем задерживать. Так, давайте, друзья, смотреть, что мы... Что мы, друзья, имеем. Здесь уже, видите, я катался туда. Вот, а на участке мы имеем вот такие вот деревья, которые мы поспиливаем сейчас. И вот это дерево. И вот оно наше будет поле, да? Друзья, ну поле, я вам скажу, такое прям приличное. Так, его можно будет как раз объединить. А ещё лучше выкупить этот участок и расширить его. Вы представляете? Просто, просто круто. Вот. При поле можно где-то аж на вот так, думаю, расширить. Ну да, как-то так, думаю, можно будет его расширить. Если мы выпилим этот весь лес. Так, ну круто, друзья, круто. Так, хорошо, давайте брать. Давайте покупать. Мне это сейчас так уже нравится. 185 тысяч. Берём. Так. И, друзья, пила. Пила. Пила у нас где? Пила у нас. Так, зимнее оборудование. Пятные пилы. Всё. Так, ну и, друзья, давайте работать. Вот. Давайте поработаем, посмотрим, где мы сможем этот пес продать. Так, давайте сейчас мы. Распилим как-то эту ветку пополам. Эти ещё силы у меня остались. Поднимать такие ветки. Вот. Просто эти деревья, они, друзья, нам здесь не нужны. Абсолютно они нам здесь не нужны. Они будут только мешаться, да и только. Вот. Кстати, в 22-й ферме лес как-то, работа с лесом более проработана. Мне кажется. Так, а это дерево мы не можем спилить, да? Да, только сказал, что работа с лесом более проработанная. И да. Так. Так же вот эти нам надо деревья поспиливать. Вот, вот почему, друзья, нельзя сделать, чтобы все деревья, все ветки можно было пилить, а? Я не пойму. Вот, вот это, кстати. А! Ну, так просто. Так, погодите. И это точно так же, да? Так, ну и вот это дерево, самое большое, да? Так, оно немножко даже на дорогу упало, но сейчас мы это исправим. Сейчас, сейчас займемся мы, отпимим вот этого дерева. Так, думаю, как-то вот так. Сейчас мы это дерево попиляем на мелкие кусты. Так, ну и здесь, собственно говоря, тоже. Сейчас мы все ветки отпилим, друзья. Да, конечно, вот эта работа с лесом мне больше всех в фермер-симуляторе нравится. Вот прям. Вот, лес в фермер-симуляторе, это что-то такое, да? Так, естественно, эти поля мы будем потом, друзья, объединять, я думаю, да? Да не думаю, а точно будем их объединять. Вот, и, друзья, я нашел минус карты. Знаете, в чем минус? А минус в том, что нельзя себе садить весной. Вот, можно овес, кукурузу, вот, зерновые, только сентябрь-ноябрь и октябрь. Вот как-то, друзья, это нереалистично, да? Так, блядь, нет, слишком тяжелый. Эть, трудом, друзья, я поднимаю эти все деревья. Вот, и мы, думаю, будем делать экскурсии. Экскурсии на ферму наших фермеров. Вот, возможно, сегодня в этой серии, если получится, мы сделаем экскурсию на ферму Ивана. Так, ну, давайте мы как-то вот так это дерево все распилим. Так. Как они тут? Самолет летает. Так, друзья, интересно будет, да сколько мы вот эти все бревна продадим. Вот, стоило ли это вообще нам пилить? Не, ну, конечно, это стоило нам, друзья, пилить. Так, а ну-ка, может лес? Нет. Так, расширять поле, я думаю, мы не будем с вами. Вот, мы его объединим так, как оно объединяет. Конечно же, мы этот пенек выкачивали. Но это было уже, друзья, идеально. Так, так вот нам приходится распиливать это дерево. Вот, мне, друзья, интересно, за сколько мы это все продадим. У меня же сами интересно. Так, где там цены? Цены, кстати, точек продаж очень мало. Так, цены на... На дерево. Лесопилка и Плотницкая. 500. Лесопилка у нас где? Ага, то есть нам ехать аж в самый дальний путь, да? Ну, хорошо. Эть, проедемся, друзья. Вот, и в следующем стриме, да, мы будем, я думаю, работать вот на полях. Так, я думаю, как-то вот так распиливать, да? Так, мы посмотрим, сколько у нас выйдет. Вот, на мое, друзья, предположение, что у нас где-то полный прицеп выйдет. Так, ну, я думаю, где-то вот тут. Вот, и вот так. так и эту теперь мы потом думаю если повезет в конце серии заглянем на первых иванов смотрим как он там развился так что у нас еще нам еще вот это ветка какая-то слишком тяжелая пополам распилить вот да бревно конечно знатное вот и мы вот друзья думали мне писали в комментариях какая цель этой карты так вот друзья давайте вы напишите в комментариях какую вы предлагаете цель для данной карты выпилить весь лес можно конечно но мне кажется это будет немножко трудновато так как то вот купить все поля тоже можно вот предлагайте друзья цель данной карты и мы ее постараемся реализовать вот как по мне хорошая цель карты это объединить поля вот выпилить выпилить лес и объединить поля это прям цель будет наверное замечательная так а это мы потом друзья повезем потому что у нас так уже прицеп полный так ну что друзья поехали немножко мы тут по полю проедемся так поехали поехали так так я вижу уже там нас дерево хочет выпасть так нам куда нам сейчас надо вот сюда свернуть потом так ну вроде бы понятно нас если вот у нас там ничего не выпадет пока мы будем ехать Брёвна так дёргнутся, сомнительно. Хорошо, поехали. Вот, ну, я думаю, тысячи полторы или две мы должны получить, друзья, за брёвна. Так, и как я и подозревал, что выпало всё же, Макс, да, у меня время. Поехали. Вот, интересно, что будут делать наши фермеры. Извиняюсь. Вот, будут ли они заниматься лесом, или скажут, даны его в пень. Вот, потому что мы все знаем, что такое лес в фермер-симуляторе. Так, нам прямо-прямо-прямо теперь ехать, да? И там у нас будет лица пилка. Я надеюсь, там не повыпадает наше брёвна. Так, да, вот она. Так, и где-то мы лесопилка, лесопилка, это у нас... Ага, это у нас вот, да? 670, друзья. 670 мы с вами получили. Так, отлично, поехали, друзья. Вот, поехали, да, режем уже те брёвна, или же мы можем поехать на ферму Иван, посмотреть, что там, да? Давайте, наверное, мы так и сделаем, да? Сейчас довезём трактор. Вот, а уже... То бревно я там довезу, чтобы вас не мучить. Так, думаю, где-то здесь, да, строим трактор. Надеюсь, его у нас там не украдут. Да кому он нужен вообще? Так, и перемещаемся мы... Мы перемещаемся сюда. Вот она. О, гляньте, друзья. Уже Иван купил себе автомобиль. Нормально, так. Трактор купил уже себе. 12-21. Слушайте, неплохо так. Йоэмзэ. Друзья, я чувствую, мы у Ивана будем брать технику. Так. Техника для снега, да? Так как я подозреваю, что снега было очень много. Картуфель. Фидорович! Здорово! Что, сторожишь технику? Сторожит, говорит. Так, ну и здесь же мы можем сразу реалиментировать, настраивать и чинить технику. Собственно говоря, Сидорович за это всё у нас отвечает. Надо будет у Олега спросить, можно ли домой. Так, а что здесь? Вообще, друзья, я присматриваю местечко для постройки фермы. Точнее, фермеры присматривают местечко. Навоз. В теории, здесь, друзья, неплохое такое местечко, да? Но у нас стоит 200 тысяч. Да, у нас стоит 200 тысяч. Это местечко. И поле как раз тут рядом. Так, что у Ивана тут? Да. Работа такая. Давайте сейчас залезем. Ого! Два кировца! Да ладно! Ну, Иван да и вот, конечно. Кировцы все белые, в снегу замёрзшие плуга 2. Иван делает контракты, да? Нам бы тоже сделать, друзья, какой-то контракт, да? Залезть не можем, залезть не можем. Ну, Иван, конечно, ну, Иван. Два таких хера. Здесь у нас что было? Морковка. Ну-ка. Да, морковь. Урожай собран. Ну что ж, друзья, я, наверное, на этом буду заканчивать. Я буду продолжать работать. Вот, буду продолжать работать. Встретимся с вами в следующей серии. Будем обрабатывать наше поле, да? Если снег опять не пойдёт. Ну, мне кажется, что снега будет ещё больше. Вот, я пока продал вот те два... Вот то дерево. Распилю, допилю его. Вот. И, возможно, даже к нам ещё один фермер подключится. Приедет Николай, Никита и будет тоже развивать здесь фермер. Так, итого у нас два поля, да? Два поля в хозяйстве. Ну, друзья, мне кажется, это нормально. Ну, и всё же, друзья, я буду полагать на то, чтобы мы занимались здесь лесом. Вот, кстати, вот ещё наберем у нас выплыла. Прямо здесь. Прямо здесь. Ну, что, друзья, я на этом буду заканчивать. Всем огромное спецзанимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...